Контошина растет, детей становится больше, а школа 60-х годов постройки все хуже. Об этом говорили депутатры совета, глава крестьянского хозяйства Анатолий Иванов и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Чтобы возвести новое здание, нужно попасть в краевую адресную инвест-программу. Причем строить школу можно на одной территории с действующей, не мешая учебе. На 140 человек, двухэтажные школы, 60 длина, 40 длина. Мы с Светланой Александровной уже смотрели, какие кабинеты, чтобы там не предусматриваются овощи хранилища. И у нас же автобус в школе, чтобы гараж для автобуса. В старом здании текут потолки, проседает пол, разрушаются стены. Анатолий Иванов плотно занялся вопросом о внесении школы в краевую инвест-программу. Совместно еще с одним предпринимателем оплатил экспертизу, которая признала здание аварийным. И это только одна из многих заслуг аграриев. Посмотрите, в том году крышу снова перекрыли в школе искусств. То есть это очень большие деньги он вкладывает для развития села. В зимний период он чистит, помогает в очистке улиц. То есть я бы сказала, что он вообще вот именно привносит, помогает жизни села. То есть не дает селу умереть. В этом году у Анатолия Иванова 29-я посевная. Когда он начал, в 92-м, во владении было 120 гектар. Сегодня более чем на 7 тысячах. Он сеет пшеницу, рапс, лен, гречиху, подсолнечник и людей в село привлекает. В основной костяк у меня местные жители села Контошина. Также жители переехали со степных районов Алтайского края, работают. Я им предоставил жилье. Они трудятся, работают, довольны. За помощь селу и активную деятельность общественник и депутат Анатолий Иванов и был удостоен почетного знака Конгресса муниципальных образований за вклад в развитие муниципального управления. Награду вручил депутат Госдумы Александр Прокопьев. То общее дело, которое вы сегодня как вопрос подняли вместе с администрацией Косихинского района, а именно строительство школы в Контошина, я вас в этом полностью поддерживаю и продолжу поддерживать. Контошина нуждается в новой школе, но в КАИП на 2021 год она не попала. Депутат Госдумы Александр Прокопьев подключил своих помощников, чтобы они разобрались в причинах. При корректировке программы еще есть шанс получить финансирование проекта в этом году. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.